Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск из Селяк Парад и в начале коротко о главном. С 1 по 15 мая в бразильском городе Кашас-де-Сул прошли 24-е Сурдолимпийские игры. Наш регион представляли трое спортсменов. Каких достижений им удалось добиться на международной арене, расскажем через несколько минут. В селе Благовещенко Жамбылского района планируется строительство мемориального комплекса, посвященного Алашардинцам. В настоящее время заложен первый камень. Впервые в единоборствах соревновались не профессиональные борцы, а работники сферы культуры. При поддержке Акимата Североказахстанской области в регионе стартовал турнир по борьбе ОНЕР-КОКЖАЛА. Касым Жамар-Токаев принял государственного и общественного деятеля Бердебека Сапарбаева. Бывший глава региона подробно доложил о результатах исполнения поручений президента в Жамбылской области, где он работал. В частности, были озвучены проекты АСАР, Туган-Джерде, ТАХЗЭМ, Жомар-ТУЛЕК и БЕЙ-БЕЦЕЛЕК, ПЕН-ТЕЛЕСЭМ, направленные на повышение качества жизни граждан, укрепление единства и согласия общества. В ходе встречи обсуждался и вопрос решения проблемы безработицы среди молодежи. Внесение изменений в Конституцию – знаменательное событие в истории Нового Казахстана. Это пролог по строению справедливого Казахстана. Кроме того, по словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, который ответил на вопросы в программе национального канала «Новый Казахстан», введение в закон нормы хозяин земли народ – это важное историческое, духовное и идеологическое событие, сказал председатель Сената. С принятием референдума изменится статья «Закон и правосудие». В соответствии с изменениями, которые вносятся в пункты 4 и 5 ст. 82, председатель Высшего Судебного Совета назначается президентом Согласия Сената. Кроме того, статус, состав и организация работы Высшего Судебного Совета определяются законом. Еще одно из изменений в Конституцию – это компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры определяются Конституционным законом. В рамках референдума в дополнение к ст. 83 основного закона будет добавлена новая статья. Это касается уполномоченного по правам человека. Согласно изменениям, омбудсмен содействует восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. Уполномоченный по правам человека при осуществлении своих полномочий независим и не подотчетен государственным органам и должностным лицам. Кроме того, он не может быть арестован, подвергнут приводу в течение срока полномочий. К нему не могут быть применены меры административного взыскания, налагаемые в судебном порядке. Уголовная ответственность без согласия Сената не привлекается, за исключением задержания на месте преступления и совершения тяжких преступлений. Правовое положение и организация деятельности уполномоченного по правам человека определяются конституционным законам. С 1 по 15 мая в бразильском городе Каша-Азду-Сул прошли 24-е Сурдолимпийские игры. Участвовало больше 4 тысяч спортсменов из 100 стран мира. Лучшие из лучших соревновались в 21 виде спорта. Казахстан представляли 65 человек, трое из них из нашего региона. Как участников встретили дома и каких достижений ему удалось добиться в Бразилии, расскажет Илья Кудряков. Рахат Табулов, Владимир Бекер и Фархад Кыстаубаев. Эти трое ребят на Сурдолимпийских играх отстаивали не только честь Казахстана, но и нашего региона. Конкуренция была очень сильной, признаются спортсмены, но они смогли выложиться на свой максимум и показали довольно хороший результат. Особо хочется отметить выступление Фархада, который в десятиборье смог превзойти своих соперников и завоевать первую в истории области золотую медаль. Соревнования были очень тяжелыми в плане погодных условий, так как у них в это время ближе к осени получается, поэтому в пасмурную погоду мы выступали. Но для нас было это привычно, поэтому мы чувствовали себя как у себя дома. Первую бронзовую медаль я выиграл 9 мая на дистанции 110 метров с барьерами, где пробежал я третьим. Золотую медаль выиграл с 12 по 13 мая в дисциплине 10-борья по легкой атлетике. Это очень сложная дисциплина. За высокие спортивные достижения, за отличные выступления глава региона Кумар Аксакалов в этот день наградил спортсменов денежными призами. Отметили заслуги и тренеров, которые подготовили ребят к выступлению. Медали на соревнованиях высокого уровня – это не только наша заслуга. Все благодаря хорошим наставникам, которые круглые сутки уделяют подготовке. Так считает абсолютно каждый спортсмен. И сегодня мы чествуем наших земляков, которые показали, что они лучшие в мире на прошедшей Сурд-Олимпиаде Бразилии. Фархат Кастубаев стал чемпионом. Володя Бекер показал четвертый результат, хороший результат. Фархат Табулов еще молодой. Все старты впереди. Сегодня здесь стоят на этой сцене также и тренера, которые подготовили ребят. Давайте также поблагодарим тренеров за ту работу, которую они проводят с нашими ребятами. А после церемонии награждения собравшиеся спортсмены, да и все любители спорта, провели массовый забег по улицам областного центра. Это еще раз доказывает, что спорт в Североказахстанской области любят, а заслуги наших спортсменов ценят. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, Служба новостей. Работники культуры – это люди, которые трудятся, когда другие отдыхают. Но в профессиональный день можно сделать и исключение. В честь Дня работников культуры и искусства состоялась праздничная церемония. Лучшие представители отмечены грамотами, благодарственными письмами и не только. В настоящее время в этой сфере в регионе трудятся более двух тысяч человек. За награждением представители сцены и закулисья наблюдала наша съемочная группа. Торжественные атмосферы и поздравления от руководства области всех, кто так или иначе связан с работой в культуре. Работников культурно-досуговых учреждений, театров, сотрудников музеев и библиотек, специалистов домов культуры и руководителей коллектива в художественной самодеятельности. Вы творите добро, вы приносите людям радость, вы создаете, вы созидаете, вы храните культурное наследие нашего народа. Ваша роль неоценима, мы это прекрасно понимаем. Поэтому все теплые слова, пожелания и награды, которые будут получать представители этой сферы, они заслужены. Еще раз поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов на благо нашей страны. За активную общественную деятельность, личный вклад в пропаганду народного фольклора Серегбаю Кусаинову присвоено звание «Почетный гражданин Североказахстанской области». Он с детства близок к искусству, впервые взял в руки дамбру в возрасте 9 лет. Впоследствии стал победителем многих областных и республиканских конкурсов. «Сегодня очень значимый для меня день. Спасибо всем, кто ценит культуру, кто отметил мой вклад. Пусть дамбру уважают, пусть в каждом доме будет этот особенный национальный инструмент. Я бы хотел этого. С ней связана вся моя жизнь». Различными наградами удостоена целая плеяда творческих сотрудников областного русского драматического театра имени Погодина. Среди них и Константин Демидов. Любовь к сцене у него зародилась еще в студенческом театре. С тех пор любовь к искусству только крепнет. Надеется актер, что это чувство разделят и все жители нашего региона. «Культура развивается, но я бы сказал, что недостаточно нужными темпами. Хотелось бы, чтобы люди были больше погружены в культурную жизнь. Спорт у нас сейчас активно отмечается, строятся дворцы спорта. Как мы видим, очень долго строятся культурные объекты, акцентирую на этом внимание. Потом также по поводу культуры очень мало идет именно мероприятий, именно культурных мероприятий широкого масштаба». Своим творчеством и любовью к профессии они зажигают сердца, создают праздник, открывают заветные двери в мир прекрасного, учат любить и радоваться каждому дню. Наталья Итавадиль Нуржанов, Служба новостей. Депутаты Мажелиса парламента продолжают встречаться с населением и проводить разъяснительную работу о важности проводимого референдума. Народный избранник Дмитрий Колода встретился с работниками завода имени Кирова. В данном коллективе трудятся около 500 человек. Участники встречи расспросили депутата об изменениях в Конституцию и порядке проведения референдума. Очень много вопросов у работников возникало по поводу выбранности депутатов Мажелиса, Маслихатов и Акимов областей. Кроме этого население интересует закон о присвоении земли. Все недра Казахстана принадлежат народу. Как раньше это принадлежало государству, все такое изменение будет, что принадлежат будет народу. То есть народ вправе сам распоряжаться. Я думаю, это будет способствовать улучшению благосостояния народа. Продолжить ремонтировать дороги, заводить воду в дома, реализовывать инвестиционные проекты. Сегодня на площадке региональной службы коммуникации об итогах социально-экономического развития района имени Габита Мусрепова и о ближайших планах рассказал его первый руководитель Серик Мухамедиев. Как изменится жизнь мусреповцев, расскажет Илья Кудряков. Второй год подряд непредсказуемый климат северного региона доставляет массу проблем нашим аграриям. В прошлом году даже на земле, которая должна была приносить высокий урожай, собирали чуть больше 10 центнеров с гектара. В районе имени Габита Мусрепова средний показатель состоял 10,4 центнера. Именно поэтому необходимо, чтобы каждый крупный сельхозтоваропроизводитель дополнительно занимался животноводством. Ведь тогда будет круглогодичный доход плюс новые рабочие места. Ведется строительство молочно-товарных ферм ТВ возвышен КСК на 1800 голов. Проектная мощность 10 тысяч тонн молока в год. Завоз первой партии крупнорогатого скота в количестве 600 голов запланирован на июнь месяц этого года. Это один из крупнейших молочно-товарных ферм Североказахстанской области. Также ТО УК Адель строит ферму на 400 голов. Завоз КРС планируется в сентябре этого года. Надой молока составит 2000 тонн в год. Также на 1200 голов КРС ведет начато строительство молочно-товарной фермы в ТВ Будённый СК, которая будет производить 6000 тонн молока в год. Что касается развития инфраструктуры, то на сегодняшний день показатель дорог, которые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет только 50%. В прошлом году восстановили 71 километр дорог. 36 из них внутрипоселковые. В 2022-м работы уже выполнили в селах Черновое, Будённое, Токсан-Би и Берлик. В планах провести ремонт в Разгульном, Шабтыколе и Ломоносовке. Это поможет довести показатель качества до 67%. В районе качественной питьевой водой охвачены 63 населённых пункта, центральным водоснабжением из которых обеспечены только лишь 43 села. Из них 32 селах водопровода от глубинных скважин, 4 села обеспечены подвозом воды, 8 сел имеют общественные колодцы, 19 селах глубинные скважины. В 2021 году по району отремонтировано 41,7 километров разводящих сетей водоснабжения, что позволило подключить сетей 600 домов. В этом году в планах провести ремонт на 13,5 километрах разводящих сетей с подключением 13 дворов. До 2025 года планируем центральным водоснабжением обеспечить 100% населённых пунктов. Встретительству жилья сейчас отдают особое предпочтение не только в областном центре, но и в районах региона. В прошлом году в Габита-Мусрепову эксплуатацию ввели порядка 16 тысяч квадратных метров. В планах на этот год довести показатель до 22 тысяч. В 2021 году заодно более 16 тысяч квадратных метров жилья. За счёт программы Инбек 3816 квадратных метров. Построено 48 жилых домов. За счёт хозяйств и субъектов это ТО Акселеу 6 домов, Цлинный 3 дома, АСКО 4 дома, Раисовка 10 домов, ТО Намыс 3 дома, Астык Привольный 1 дом. Общей площадью 3900 квадратных метров. За счёт населения было построено 8600 квадратных метров. В текущем году планируется строительство 22 тысяч квадратных метров жилья. Это 50-квартирный жилой дом в рамках реализации государственной программы К доступности и качеству медицинских услуг всегда возникает множество вопросов, особенно в сельских населённых пунктах. В прошлом году в районную больницу приобрели аппараты УЗИ, тренажёры для разработки конечностей для инвалидов и комплексы для тепловой терапии. Проведён капитальный ремонт здания Новосельской врачебной амбулатории в селе Песке построен медицинский пункт. Закуплено две единицы санитарного автотранспорта. Ведутся капитальные ремонты родильного и терапевтического отделения здания районной больницы и капитальный ремонт Андреевской врачебной амбулатории. В 2021 году в район прибыло 7 врачей, с начала года уже прибыло 2 врача, все прибывшие специалисты получают подъёмные в размере 2,5 миллиона деньги. Но вместе с этим хотелось бы отметить, что дефицит врачей, кадров именно врачей, ещё остаётся актуальным. А чтобы не было проблем со здоровьем, необходимо заниматься спортом, тем более, что сейчас создаются все условия. На развитие данной отрасли в этом году в район имени Габита Мустрепова направили 32 миллиона тенге. Больше тысячи детей посещают бесплатные спортивные секции. Активно строятся спортивные комплексы. Это хоккейные корты, современные физкультурно-оздоровительные центры. Устанавливаются уличные тренажёры и мини-футбольные поля. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. В скором времени в селе Благовещенко Жамбылского района начнётся строительство мемориального комплекса, посвящённого Алашардинцам. В настоящее время заложен первый камень. Участие приняли член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Сабыр Касымов, а также учёные и историки из Петропавловска и Костаная. Ровно 104 года назад, в 1918 году, близ села Благовещенко Жамбылского района, во главе с Миржакыпом Дулатовым состоялось большое собрание Алашардинцев. Участие в нём приняли представители властей Кокшетавского и Петропавловского уездов. На встрече рассматривался вопрос создания войск Алаш. На большое собрание приехал лидер Алаш-Орды Миржакып Дулатов из самого Оренбурга. Он провёл совещание с людьми, поддерживающими Алаш, а также с руководителями филиалов партии. По плану должно было участвовать 150-200 человек. Однако, согласно данным, сюда съезжались неравнодушные из Кокшетау, Кургана и Омска. В результате здесь собралось 10 тысяч человек. В ближайшее время здесь планируется начать строительство мемориального комплекса, посвящённого памяти Алаш-Орды. Его площадь составит 240 гектаров. В здании будет музей, а рядом расположится тематический «Этна-Аул». Также близлежащее озеро станет местом отдыха. В этом году данная земельная территория поступила под государственную защиту и включена в список сакральных мест Казахстана. Всё это – часть нашей истории. Если мы не будем знать своей истории, то не сможем построить будущее. Строительство мемориального комплекса запланировано на три года. Открытие состоится в 2025-м. Новые страницы в истории Североказахстанской области. В Петропавловске презентовали книгу «Солтусток Казахстан» Жани Алаш. Выпустили 300 экземпляров, которые отправят во все библиотеки региона. Подробности далее. Сборник научных трудов, над которым трудились больше 30 казахстанских и зарубежных ученых и историков, в Петропавловске презентовали книгу «Солтусток Казахстан» Жани Алаш. Выпустили 300 экземпляров, которые отправят во все библиотеки региона. В книге представлены уникальные сведения о деятельности Алаш-Орды. Их собирали со всех областных архивов и специальных хранилища МВД и КНБ. Информация в этом сборнике ранее не была известна. Появились новые сведения и о политической роли Макжана Жумабаева. В декабре 2018 года Кохшетау собирает собрание, совещание. И на этом совещании были представители Алаш-Орды и партия Алаш и партия Ушус. Было объединение двух партий. На это собрание Макжана впервые выступает и говорит о том, что независимое государство Алаш-Орда должно существовать. И говорит о создании Алашской армии количества 52 тысячи человек. Появились новые данные про землю Петропавловского уезда. Власть на этой территории действительно была в руках алашардинцев. Это теперь научно доказанный факт. Мы убеждаемся о том, что здесь было земское управление и заместителем этой управы был Салмакпай Кусимусов. После того, как большевики захватили, то есть вернули себе власть в ноябре 2019 года, Салмакпай Кусимусов был осужден органами и расстрелян. Это то государство, которое продолжало борьбу за независимость Казахстана и два года управляло нашей страной против большевистской политики. Собирали налоги, создавали армию и боролись за независимость. Алашардинцы были не только просветителями. Они управляли нынешней территорией Северного Казахстана. Естественно, это произошло с поддержкой местной интеллигенции. В июле 1918 года здесь, в Северо-Казахстанской области, ныне Джамбульском районе, село Ак-Кудак, Ак-Кусак, в имении известного мецената Аль-Ти-Кажи была встреча. Приехал один из лидеров, автор «Ойан-казак» Мржаков-Дулатов. Предполагалось, что из 22 властей будут примерно 150-200 представителей. Но было 10 тысяч человек. Послушать борцов за независимость приехали со всех властей Петропавловского и Кукшетауского уездов. На этом собрании было решено создать собственную армию. Территорию этого судьбоносного съезда внесли в список сакральных мест общенационального значения. Там создадут туристический кластер и установят барельеф алошардинцам. В рамках празднования Года детей в Петропавловске состоялся конкурс «Юные спасатели». До пандемии соревнования проводили регулярно. Организатор – департамент по чрезвычайным ситуациям. В соревнованиях приняли участие более 70 детей. Подробности далее. В конкурсе участвуют 10 команд из городских и сельских школ в возрасте от 13 до 17 лет. В общем, 72 ученика. Ранее мероприятия для «Юных спасателей» были организованы в районах. Сегодня же определяют сильнейшую команду области. Соревнования состоят из пяти этапов. Это визитная карточка, пожарная эстафета, оказание первой помощи и другие. Организаторы ставят перед собой цель вовлечь детей и молодежь к прикладным видам спорта. Основная цель – это популяризация деятельности гражданской защиты департамента по чрезвычайным ситуациям, привыкти навыков, действия при чрезвычайных ситуациях. Данные навыки могут пригодиться и в гражданской, в последневной жизни деятельности. Алибеку Розалин – первокурсник Североказахстанского профессионально-педагогического колледжа, участвует уже не в первый раз. В его команде восемь человек, двое из них – девушки. Все они нацелены на победу. Я из Жамбульского района, села Благовещенки, получается. Сюда я поступил в колледж, в Североказахстанский профессионально-педагогический колледж по специальности МЧС, потому что я с раннего детства хотел на эту специальность, потому что мне нравится. Я командир команды «Ястреб». Мы пришли сюда участвовать, а также занять первое место. Стоит отметить, что в 2019 году команда района Макжана-Жумабаева одержала первенство на республиканском уровне. Организаторы надеются, что и в этом году победители покажут блестящие результаты. Адилия Кушекова, Адиль Нуржанов, Служба новостей. Президент Касым Жумар-Тукаев объявил 2022 год «Годом детей». В связи с этим в области проводится большое количество мероприятий. Одно из них прошло во дворце областной многопрофильной детской больницы. На акции, организованной представителями благотворительного фонда «Улыбка», малыши рисовали различные рисунки на автомобилях и веселились. В областной детской больнице получают лечение 280 детей. Ни один из них не остался без внимания. Впереди их ждет праздник. 1 июня – Международный день детей. В преддверии этого праздника в стенах больницы запланировано множество мероприятий. Завтра будет проведен конкурс детского рисунка. То есть дети, находящиеся у нас в отделении на лечении, выполняют какие-либо рисунки. И также будет проведен среди них конкурс. Детям также будут вручены подарки небольшие, призы и сувениры. Мы хотим, чтобы эти дни запомнились детям, которые находятся на лечении в детской областной больнице, запомнились на всю жизнь. Благотворительный фонд «Улыбка» начал свою работу 15 мая 2013 года. Этот конкурс фонд проводит пять лет подряд. За последние четыре месяца в СКО зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей. По словам президента фонда Галины Бондаренко, целью конкурса является не только развлечь детей, но и привлечь внимание водителей, тем самым предотвратить возможную угрозу. В преддверии Дня защиты детей мы решили организовать такое необычное мероприятие. Хочется, чтобы дети, которые лежат и будут находиться в праздник свой, в больнице, немножко развеялись. Ну и такое необычное, что рисовать на машине всё-таки железный конь, он страшен на дороге, и многие ребятишки попадают в ДТП. А тут благодаря взрослым немножко пошалить и использовать машину как холст. Это ведь не всегда такое возможно. Вот ребята рассказывают, впервые рисуют, им это очень нравится. Результаты конкурса будут объявлены завтра. Победители получат ценные призы и грамоты. Также запланирован день открытых дверей, где врачи ответят на вопросы родителей, касающиеся здоровья ребёнка. Малика Кайрат, Амрия Акбатай, Урал Амренов, Служба новостей. В преддверии Международного дня защиты детей в Петропавловске прошла акция «Олимпийские надежды». Организовали её частный благотворительный фонд имени Кайсара Мальгаждарова и управление физической культурой и спорта. С подробностями моя коллега. Акция «Олимпийские надежды» посвящена памяти полковника таможенной службы Кайсара Мальгаждарова. Он с детства придерживался здорового образа жизни и старался популяризировать спорт. Мероприятие проводится уже восьмой год. В этот раз гостями Северо-Казахстанской областной специализированной школы-интернат колледжа «Олимпийского резерва» стали 60 учеников области. Когда-нибудь настанет время, когда на олимпийских подмостках один наш мальчик скажет, ну уже молодым человеком будущее скажет, я помню, что я в 12 лет пришёл на вот такую акцию «Олимпийские надежды», и я влюбился в спорт. Я вот об этом мечтаю, чтобы когда-то наступило такое время, когда у ребёнка поменялась судьба, он влюбился в спорт, влюбился в спорт-интернат. Сейчас он колледжем является, потому что мысль моего брата Кайсара, он всегда говорил, тот, кто занимается спортом, он всегда будет патриотом своего отечества. Торжественную церемонию открыл руководитель Управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов. Он выразил надежду на то, что из ребят вырастут настоящие чемпионы. Затем к собравшимся обратился Фархад Кастаубаев, золотой призёр 24-х Сурдлимпийских игр в Бразилии. С показательным выступлением на сцену вышли ученицы спортивной школы, мастера спорта по художественной гимнастике. К слову, сейчас это не просто школа-интернат. Колледжи юноши и девушки продолжают совершенствовать своё мастерство и получают образование тренера. Всех детей мы ознакомили с нашей школой-интернатом, показали все наши спортивные залы. У нас культивируется 13 отделений видов спорта. Ребята ознакомились с каждым отделением по видам спорта, прошлись по всем зданиям, посмотрели, как занимаются наши дети, как проходит тренировочный процесс у детей. Далее была организована экскурсия уже в другие Дю США. Ребята остались довольны и получили огромный заряд бодрости. А ещё им вручили подарки. Организаторы акции надеются, что новый учебный год дети встретят в спортивной школе. Аделия Кушекова, Михаил Казначеев, Служба новостей. В Казахстане стартовала ежегодная спартакеада по футзалу среди учащихся назарбаев интеллектуальных школ. Участие принимают спортсмены со всей страны. Они продемонстрировали свои умения на отборочном этапе и сегодня представляют свои регионы на республике. На спортивном мероприятии побывала наша съёмочная группа. Футзал – вид спорта, получающий активное развитие в Казахстане. Основное его отличие от футбола в том, что данная дисциплина проходит на площадке меньшего размера и с ограниченным количеством игроков. Так, в Петропавловске проходит республиканская спартакеада среди юношей и девушек – седьмые и восьмые классы. Участие принимают 14 команд около 130 человек. Разделены команды на две подгруппы, что у мальчиков, что у девочек. С каждой подгруппой будет выходить две команды, занявшие первое и второе место. И играть уже в финальной части. Там первое место играет со вторым местом, с другой подгруппы, крест-накрест. И матчи будут за первое и второе место и за третье и четвертое. Дилара Беким представляет город Кокщитау. Школьница занимается футболом около двух лет. По словам Дилары, команда усиленно готовилась к соревнованиям. И сегодня они планируют показать хорошую игру. Готовились мы каждый день после уроков. Бывало, даже нас выпускали с уроков пораньше, чтобы мы успели потренироваться и подготовиться к кокеаде. Есть девочки, которые вообще не умели играть, но сейчас они уже на определенном уровне и, мне кажется, мы сможем как-то победить наших соревнований. Спартакеады ежегодная. Основная цель – приобщить молодое к поколению к здоровому образу жизни, развивать в них патриотический дух и продвигать спортивные дисциплины в массы. Мы хотим, чтобы наши молодые спортсмены были связаны друг с другом как одна большая семья. Они конкурируют, обучаются, познают новое и за счет этого развивают в себе коммуникативные навыки. Это важное спортивное событие. В течение трех дней будут определены лучшие команды по футзалу. В Спартакеаде участвуют спортсмены из Шумкента, Актобе, Нурсултана, Петропавловска, Ускимена, Кокшетау, Тараза и Алматы. Соревнования завершатся 1 июня. Победители будут награждены кубками, медалями и сертификатами. Тамерланд Леубаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. Впервые в нашем регионе в единоборствах соревновались непрофессиональные борцы, а работники сферы культуры. Турнир по борьбе ОНЕР КОКЖАЛЭ проводится при поддержке Акимата Североказахстанской области. В проекте приняли участие 16 борцов. Тему продолжит наш корреспондент. Цель проекта – развитие казахской борьбы, пропаганда искусства и национального вида спорта казахшар-курес. Участники турнира – самопровозглашённые борцы, работающие в сфере культуры Северного Казахстана. В Аламане состязались борцы весовой категории от 80 до 122 килограммов из восьми районов области. По словам организаторов турнира, мероприятие занимает особое место в развитии национальных видов спорта в нашем регионе. Участвуют Акыны Эйт и Скеры. Организовали этот турнир впервые. Шили специальный приз, заказали его в Шемкенте. Есть и денежные вознаграждения и дипломы. Надеемся, что этот турнир продолжится и в следующем году. Открыли борьбу Тимур Сейджан и Самурад Кускел. В поединке были учтены все правила казахской борьбы. Сегодня, благодаря поддержке моих тренеров и друзей, первая встреча удалась. Я выиграл и очень этому рад. По итогам турнира победители награждены медалями, дипломами и денежными призами. Второе и третье места заняли Эркин Нурбахтинов и Нуркасым Хасинов, защищавшие честь Айртаусского и Акжарского районов. И на шаг опередил своих соперников Даулет Курмаш, ученик школы Акынов имени Иерика Аскарова, призер областных республиканских айтысов и поэтических конкурсов. Он стал обладателем специального пояса и победителем состязаний. Елена Горбань, Айнур Досан, Адиль Нуржанов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова